Уважаемый Имамалий Шарипович, спасибо большое, что приехали к нам на торжества по случаю Дня Победы. Это наш общий праздник, мы с вами многократно говорили об этом, в том числе и вчера, и сегодня в течение наших встреч и контактов. Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одни из первых, кто сказал об этом по случаю теракта в Москве. Наши специальные службы активно работают для оккупирования общих угроз, потому что терроризм представляет угрозу для всех стран, для России, для Таджикистана. Работа эта налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше. Что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остаётся главным торгово-экономическим партнёром Таджикистана. Мы занимаем первое место по уровню товарооборота, причём отношения наши развиваются всё активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать. У нас есть возможность сегодня посудить сусовокупность нашей совместной работы. Ещё раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Пожарен Владимирович, привет! Большое спасибо за предложение, за гостеприимство, прекрасные условия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы. Это наше общество, и правильно говорить об этом. Я вчера в своём обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего Таджикистана участвовали в войне, и лет 300 тысяч. Что касается наших двусторонних отношений, идёт по нарастающим торговой экономике, сотрудничество, гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете, более 30 лет наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны ООН о том, что мы против данных стандартов борьбы с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет родины. С ними надо бороться, сообща, везде и всюду. Наши спецслужбы работали все эти годы очень хорошо и работают, поразвали, работают. Только, к большому сожалению, вот так, которое случилось, народ Таджикистана и правительство, я лишь позвонил вам, мы сами пережили и до сих пор более 30 лет воюем против экстремизма, терроризма. Не просто понаслышку знаем, что такое экстремизм и что такое терроризм. Вы знаете, где это находится, Таджикистан. Так, поэтому это глобальная проблема. Что касается некоторых других вопросов, я думаю, что, конечно, наши недруги хотят поссорить различными методами, путем. Но я думаю, что то, что наши позиции, наши, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником, Россия имеет самую-самую большую военную базу за определение своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не сомневаемся менять. Нам надо еще продолжать, нам надо работать, нам надо вместе бороться с глобальными вызовами, глобальными угрозами. И, конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудов эмигрантов. Это для нас очень такой шепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень Таджикистана, два с половиной роста населения ежегодно, это был один из бывших советских республик, которые во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали Таджики. И сейчас участвуют в строительстве, особенно в строительстве. Таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшие истории и культуру, цивилизации. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо, и то, что это наносило очень серьезный урон по имиду, истории, культуре, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами, тесным контактом. Прибывая перед вылетом, я открыл крупнейший мемориал честных участников Великой Отечественной войны, Парк Победы, с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это уникальное место, самое-то достоинное место душевновей нашей столицы. Это говорит о многом. Вы знаете, личное мое именно отношение к культуре, истории, русскому языку и вообще наши личные доверительные отношения. Поэтому мы хотим жить в цивилизованном мире. Россия всегда была, я думаю, что останется центром светской цивилизации постсоветском пространстве. Присутствуя на этой торжественной мероприятии, действительно, это наш общий праздник, который нас объединяет. Поздравляю, да, все души, поздравляю весь народ Государственного Советского Союза с этой очень уникальной исторической победой. Спасибо. Спасибо.